Уважаемые зрители, сегодня мы с тяжелым сердцем обращаемся к вам с одной из самых трагических новостей этого года. В Москве, на возврасте 93 лет, скончалась заслуженная артистка России, советская и российская актриса Нина Гребешкова. Эта потеря затронула нас до глубины души, ведь вместе с уходом Нины, уходит часть истории нашего кинематографа. Нина Гребешкова, имя, которое стало символом таланта и профессионализма, в мире театра и кино. Она была знаменитой актрисой, чье имя стало, неразрывно связано с творчеством талантливого режиссера Леонида Гайдая. Несмотря на то, что Нина, не сыграла главных ролей, в знаменитых фильмах своего мужа, она была его музой и поддержкой. Для Нины актерское искусство стало не случайным выбором. В ее детстве она мечтала стать учительницей, но случайное столкновение с миром искусства изменило ее жизнь. Именно этот случай подарил миру, великолепную актрису, чья игра, оставила незабываемый след в сердцах миллионов зрителей. Ее фильмография насчитывает более 70 работ, среди которых такие легендарные фильмы, как «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». С 50-х годов Нина участвовала в различных картинах, сыграв роли в комедиях, драмах и короткометражках. Ее талант и профессионализм были высоко оценены как критиками, так и зрителями. В 60-е годы Нина стала браться за более разноплановые роли, сыграв в военной драме «Нормандия Неман» и телевизионной драме «Жизнь сначала». Ее яркие образы в фильмах Леонида Гайдая принесли ей особую популярность и признание. После успеха фильма «Кавказская пленница» Нина стала неотъемлемой частью киноискусства. Ее игра в этой картина, а также в других проектах, сделала ее одной из самых ярких звезд советского кино. В новом веке Нина Гребешкова продолжала свою актерскую деятельность, принимая участие в сериалах, детективах и мелодрамах. Ее талант и профессионализм оставались неизменными, и ее эпизодические роли продолжали радовать зрителей. Сегодня мы скорбим о конце такого яркого и великолепного творческого пути. Нина Гребешкова оставила неизгладимый след в истории кино и театра, в сердцах своих поклонников и коллег. Ее профессионализм, теплота и доброта, будут жить в наших сердцах навсегда, напоминая о величии человеческого духа и силе искусства. Пусть ее душа будет вечно упокоена, а ее творчество будет жить вечно в наших сердцах и в нашей памяти. Давайте почтим память великой актрисы, моментом молчания и сохранением ее яркого наследия. Кто знает, как сложилась бы дальнейшая актерская судьба Нины Гребешковой, которой покровительствовал сам Иван Пырьев. Но молодая жена, предпочла оставаться в тени гения супруга, хотя и принимала приглашение на съемки в самых разных проектах. Все же главной своей миссией она считала заботу о муже, поскольку тот был совершенно не приспособлен ни к каким бытовым делам. Обустройством квартиры, и всеми хозяйственными делами занималась Нина. После рождения ребенка она сама выходила гулять с коляской, поскольку с этой просьбой, просто немыслимо было подойти к Лене, сочиняющему с друзьями сценаристами очередную нетленку. Гребешкова научилась забивать гвозди, ремонтировать сломанные приборы, вкручивать лампочки. Однажды Нина даже соорудила из вязальных спиц, зажигалку для плиты, поскольку спички заканчивались в доме постоянно, Гайдай много курил. Однако Нина Гребешкова, довольно часто появлялась в фильмах Гайдая. Первой их совместной работой, стала картина, по сценарию Александра Галича «Трижды воскрешей», в котором Гребешкова сыграла директора школы, Зою Николаевну. Несмотря на то, что в съемках приняли участие, известные в то время актеры, Алла Ларионова, Наталья Медведева и Всеволод Санаев, картина не снискала особой популярности. Когда режиссер приступил к съемкам «Кавказской пленницы», Гребешковой предложили главную роль в фильме. В это же время у Леонида открылась язва, и Нина отказалась от участия в картине, чтобы быть рядом с мужем и готовить ему диетическую еду. Тогда коллеги Гайдая предложили ему придумать для жены, хотя бы небольшую роль. Так в сюжете появилась врач-психиатр, которую с блеском воплотила Гребешкова. В 1969 году Нина появилась в бриллиантовой руке. Она очень хотела сыграть дома управа, но Гайдаю дал эту роль Ноне Мордюковой, и Гребешкова воплотила роль жены главного героя. Удачными были и созданные ею образы жен в фильмах, 12 стульев и не может быть, 1975. Единственным шедевром Гайдая, в котором не было Гребешковой, были Иван Васильевич меняет профессию, 1973. Гребешкова и Гайдай прожили в творческом и семейном тандеме ровно 40 лет. В 70 лет режиссер умер на руках жены от тромбоэмболии легочной артерии. Но для Нины Павловны ее уникальный, единственный в своем роде муж жив и сейчас. Воспоминаниями о нем наполнены все интервью актрисы, которая так и не привыкла рассказывать о себе отдельно от мужа гения. После смерти Леонида Гайдая Нина Гребешкова продолжала свою актерскую деятельность, но уже без своего любимого мужа рядом. Она осталась верна своему искусству, принимая участие в различных проектах и продолжая радовать зрителей своим талантом. В 1982 году вышла на экраны еще одна популярная комедия «Спортлото 82», в которой Нина сыграла роль тети главного героя. Этот фильм стал одной из самых кассовых картин того времени и покорил сердца миллионов зрителей. Нина Гребешкова продолжала принимать участие в различных фильмах и сериалах, среди которых были такие проекты, как «Каменская 2», «Виола Тараканова», «Даша Васильева», «Победители Первой дома». Ее эпизодические роли всегда были яркими и запоминающимися, что делало ее неотъемлемой частью отечественного кинематографа. Несмотря на успехи на экране, Нина Гребешкова всегда оставалась скромной и ненавязчивой. Ее главной миссией всегда было творчество, и она с гордостью продолжала заниматься актерским мастерством, даря своим зрителям радость и удовольствие от просмотра. Сегодня, в день трагической утраты, мы вспоминаем Нину Гребешкову как великую актрису, которая своим талантом и профессионализмом внесла огромный вклад в развитие отечественного кино. Ее обаяние, тепло и неповторимый стиль останутся навсегда в наших сердцах, напоминая о величии человеческого духа и силе искусства. Пусть ее душа покоится с миром, а ее творчество продолжит вдохновлять и радовать зрителей на протяжении многих поколений. Нина Гребешкова останется в нашей памяти, как яркая звезда отечественного кино, чье имя всегда будет ассоциироваться с великим искусством и теплыми воспоминаниями. Несмотря на преклонный возраст, актриса также продолжала сниматься. В 2020 году она была задействована в роли бабушки в драматичном телесериале «Дарьи жук-содержанки». Партнерами Нины Павловны по съемочной площадке стали Дарья Мороз, София Эрнст, Марина Зудина и Сергей Бурунов.